Очень странные дела – это сериал о детях, который можно даже принять за детский сериал, но взрослые, смотрящие его, заметят множество деталей, которые могут ускользнуть от юного взгляда. Вот то, что в сериале Очень странные дела замечают только взрослые. На первый взгляд Хоппер – классическая карикатура на настоящего мужика. Он пьет каждый вечер, и не просто одну-две кружки пива, выпивает до такой степени, что становится совершенно пьяным. В первом сезоне сериала всему его офису известно, что означает фраза, кофе и размышления. Хоппер весь день курит сигареты, и когда он не ест восхитительную комбинацию вафель Эго, взбитых сливок и конфет, он регулярно съедает тарелки, полные жареного мяса. Детям кажется забавным, что он ест как неряха, но взрослые не ошибутся, если подумают, что этот мужчина – алкоголик, которому недолго осталось ждать сердечного приступа. В течение первого сезона Хоппер проводит практически каждый день в похмелье. Во втором сезоне он пьет уже не так много, хотя порой пропускает на ночь бутылочку пивка. Или три, или шесть. Он из тех людей, которые, вероятно, никогда не ели салата. Никто не может представить его на беговой дорожке, хотя у него и есть физическая работа, полная стресса, и время от времени он также участвует в затяжных схватках с русским Терминатором. И пускай в 80-х было вполне приемлемо выживать лишь на жирном мясе, это не являлось частью здорового образа жизни. Добавьте сюда пьянство Хоппера, и вы получите человека, которого сегодня можно было бы считать на грани физического коллапса. Майк и Нэнси Уиллер – двое самых динамичных и интересных молодых людей в Хокинсе, поэтому неудивительно, что их отец – максимально отстраненный герой. Он совершенно не обращает внимания на тот факт, что оба его ребенка вовлечены в огромную битву с супер-монстром. Миссис Уиллер тоже, но в конце концов она, конечно, понимает, что с её детьми что-то не так. К третьему сезону мы узнаем, что в ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, а её больной нарколепсией муж просто потянул её за собой. Мистер Уиллер, несмотря на всю разворачивающуюся вокруг его семьи драму, никогда не замечает ничего необычного. Помимо речи о командной работе, которую он произносит перед Майком, большую часть времени он проводит дома во сне. Более того, Мистер Уиллер – обманщик. В конце второго сезона мы видим, как у Миссис Уиллер отвисает челюсть, когда к ней заходит Билли, а её муж спит спокойно в своем кресле. В третьем сезоне, когда Миссис Уиллер строит планы встречи с Билли в мотеле, мы понимаем, насколько она не удовлетворена своим браком, пускай она и не идет навстречу. Мистер Уиллер – невнимательный отец и муж, но на самом деле это трагично, что его окружают такие полные жизни люди, а он лишь храпит. Да, это дети – ботаники, предпочитающие тусоваться в клубе радиолюбителей, а не на футбольном поле. Вне их группы у них почти нет друзей, кроме их учителей естественных наук. На самом деле они, возможно, являются единственными членами этого клуба. Для их средней школы наличие любительского радио и клуба радиолюбителей, безусловно, является необычным, и у них довольно дорогое оборудование. Их радиоприемники, Радиошек TRC-206, TRC-214 и TRC-219 были недешевыми на тот момент. Плюс у Дастина есть наушники, а позже он собирает Церебро – портативное сверхмощное радио в научном лагере. У парней есть дорогие игрушки и наверняка полная свобода действий. И пускай их родители, вероятно, были более чем счастливы поощрять их научные начинания, рации и сотни батареек, которые им пришлось бы использовать за год, обошлись бы довольно дорого. И это до появления USB-кабелей для зарядки. Мюррей Бауман в сериале является непревзойденным сводником. Когда Джонатан Байерс и Нэнси Уиллер во втором сезоне приходят к нему за помощью, они выпивают слишком много водки и в конечном итоге вырубаются. Бауман удивлен, что они не вместе, и говорит, что им нужно просто заняться сексом. Они протестуют, и Джонатан предлагает поспать перед отъездом. В ту ночь подростки не могут уснуть, а когда ни один из них не может больше держаться, они выводят свою дружбу на новый уровень. На следующее утро за завтраком Бауман с кривой улыбкой спрашивает, Наблюдательный ребенок подумает, что он просто шутит по поводу того факта, что Джонатан не спал на раскладном диване кровати. Однако взрослый увидит двусмысленную связь, которую герой проводит между раскладным диваном и конкретным движением, которое происходит в спальне. Во время допроса русские дают Стиву и Робин сыворотку правды. Препарат может быть любым, но взрослым покажется, что это, скорее всего, психотропное вещество. Стоит упомянуть, что МК Ультра, программа, которая дала начало экстрасенсорным способностям 11-й, в реальном мире славилась экспериментами с галлюциногенами и психологией, в основном с целью допроса. Когда Стив и Робин начинают смеяться и шутить друг с другом, детям они кажутся пьяными, но взрослые поймут, что они находятся под действием вещества. – Они выглядят братья. – Почему они братья? Получив потрясающий опыт просмотра фильма Назад в будущее под галлюциногенами, Стив, во время интервью для работы в магазине видеопроката, называет его одним из своих любимых фильмов. Снаружи кинотеатра Робин и Стиву кажется, что огни на потолке торгового центра заставляют очертания предметов искажаться. После этого они приходят в туалет, с ними случаются приступы рвоты, а затем они ведут один из величайших задушевных разговоров в истории очень странных дел. Учитывая, что они принимали сильнодействующие психоактивные препараты, то, что Стив быстро пришел в себя и смог водить машину, просто поражает. Невозможно объяснить, почему в доме был только один телефон. Дети уже вряд ли поймут, что необходимо отвечать на телефонный звонок, стоя на кухне на глазах у всех, кто хочет послушать, потому что телефон был прикреплен к стене рядом с кухней. Для взрослых, которые помнят об этом, общий телефон вызывает противоречивые воспоминания. Да, было что-то приятное в том, что они не всегда были доступны, но это мешало мобильности и уединению. Иногда тот короткий провод заменяли длинным, который можно было протянуть в любую комнату в доме, хотя в этом случае было понятно, что перед нами частный звонок. И даже если ты находишься в другой комнате, никто никогда не мог гарантировать конфиденциальность звонка. Например, в сериале миссис Уиллер берет вторую трубку, чтобы подслушать разговор Майка с 11-й. Она слышит, как он лжет о том, что его бабушка больна. Взрослые видят вокруг мир 18+, постоянно водят машину и не доверяют незнакомцам, поэтому воспоминания о том времени, когда родители позволяли своим детям уходить одним на целый день, может быть шокирующим для многих. Тем не менее, дети из очень странных дел ездят на велосипеде от дома к дому, преодолевая километры пустой дороги. В третьем сезоне сериала 10-летняя сестра Лукаса, Эрика, остается в торговом центре без присмотра. Её родители, кажется, даже не замечают, что она почти целый день проводит в российском бункере. В 80-х дети в основном были предоставлены сами себе. Они сами заводили друзей, ездили домой на велосипедах, а родители большую часть дня позволяли им быть самим по себе. Конечно, эта бесконтрольность привела к тому, что Демо Горгон схватил Уилла, и его брат должен был взять контроль в свои руки. Но это также дало возможность детям без вмешательства родителей понять, что происходит, и спасти его, а в конечном итоге и город. Старый мир, по сравнению с нашим нынешним, был очень разобщен, что многое добавляет к истории очень странных дел. Только взрослые в полной мере заметят, насколько он был разрознен. В конце концов, сколько раз в этом сериале все герои разлучались и искали друг друга. Если у них были бы сотовые телефоны, они могли бы легко позвонить друг другу и узнать, где они находятся. Да, дети для этого используют рации, но, как мы видим во втором сезоне, они не всегда оснащены этими удобными устройствами. Однако в современном цифровом мире люди всегда пользуются мобильными телефонами. Сегодня у многих родителей и их детей в телефонах есть GPS-трекер, но в этом сериале не демонстрируются простые способы выяснить местоположение детей. В первом сезоне мы видим, сколько времени Хоппер и компания тратят на исследования, чтобы выяснить, что национальная лаборатория Хокинса была связана с МК Ультра. В третьем сезоне, когда группа не знает постоянную Планка, она заставляет Джастина использовать своё сверхмощное радио для связи с его умной подругой Сьюзи из Солт-Лейк-Сити, потому что она – единственный знакомый им человек, который понимает математическую формулу. Однако в интернете постоянную Планка можно найти за полсекунды. – Планк's constant is 6.626-07004 В третьем сезоне Очень странных дел мы видим влияние торгового центра StarCourt на небольшой городок Хокинс, штат Индиана. До существования торговых центров люди гуляли по центру города и заходили в случайные магазины, а в больших городах – в универмаге. Но покупки в основном осуществлялись у независимых владельцев или в местных магазинах, а иногда почтовой доставкой. Затем в торговые центры добавились сети, принадлежащие отдаленным конгломератам, и пускай все выступали против смерти центральных районов, торговые центры стали центральной точкой американской культуры. Сначала они строились в больших городах, но затем быстро распространились и на более мелкие. Многие взрослые помнят первые дни, когда они ходили в торговый центр и проводили там несколько часов, гуляя, делая покупки, посещая кинотеатр и обедая в фудкорте. Этот тип торговых центров доминировал в течение нескольких десятилетий, пока не появился интернет. Теперь из-за электронной розничной торговли торговые центры сетуют на свою кончину. По иронии, покупки в местных магазинах или онлайн постепенно вытесняют торговые центры. Современные дети вряд ли когда-нибудь поймут, как некоторое время назад торговые центры управляли всем вокруг. Во втором сезоне Очень странных дел Стив и Нэнси идут домой к родителям Барв, чтобы рассказать об её исчезновении. Родители не приготовили еду, поэтому они заказали ужин из GFC. Джо Кири, который играет Стива Харрингтона, кидает рекламные реплики о вкусном цыпленке, и взрослые, выросшие во времена существования открытого размещения скрытой рекламы продуктов, наверняка заметят это. Бренды в сюжетных линиях были постоянными, поскольку телевидение превратилось в машину, движимую исключительно благодаря доходам от рекламы. В конечном итоге Product Placement был заменен более дорогими рекламными роликами, за которыми последовала модель подписки на услуги. Другой Product Placement, который может заметить только взрослый, – это новая Coca-Cola. Лукас звучит как рекламщик, когда рассказывает своим друзьям о качестве этой газировки. В 1985 году New Coke была попыткой оживить бренд, и описание Лукаса звучит как идеальная реклама. Coca-Cola даже переиздала New Coke специально ради сериала. В этом отношении сериал Очень странные дела использует старый маркетинговый трюк в шутливой манере, чтобы без дорогостоящей рекламы привнести старомодный маркетинг на современное телевидение. Калифорния, возможно, потеряла часть своего блеска, учитывая рост других городов и высокую стоимость жизни, но в 1980-х годах это было идеальное место для жизни. В то время как Чикаго пользовался популярностью благодаря Джону Хьюзу, а Нью-Йорк прочно утвердился в поп-культуре, действие многих фильмов или телесериалов о подростках 1980-х годов происходило в Калифорнии. Во многих отношениях тенденции, обнаруженные в Калифорнии, просочились и в остальную часть страны, о чем свидетельствуют Лукас и Дастин, употребляющие в адрес Макс популярные фразы. Это была эпоха, предшествующая появлению социальных сетей и онлайн-покупок, когда единственным способом узнать тенденции было находиться в эпицентре. Так что покинуть тот мир – все равно, что вернуться во времени. Небольшие города могут отставать от тенденций на сезон, год или даже больше. Билли просто в ярости от этого, хотя его статус парня из Калифорнии дает ему мгновенное признание в Хокинсе. С учетом сказанного, уехать из Калифорнии в другое место в 1984-м году было бы тяжелее, чем почти в любое другое время в истории. Так что многим взрослым будет понятно разочарование Билли. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!